С возвращением в GTA 5 призраки, с вами как всегда я Гот, и сегодня мы проведём новый эксперимент спуск без тормозов в GTA 5. Новую часть нашего любимого эксперимента только сегодня, ребята. Мы с вами будем скатываться вот с такой огромнейшей рампы. В чём же будет заключаться суть? Как вы видите, ребята, здесь у нас с вами прерывистая рампа, на которой мы с вами, конечно же, будем спускаться, будем ударяться и падать вот так вот кубарем. Плюсом к этому здесь на пути будут встречаться вот такие ветряки, которые, кстати, желательно не задевать, потому что они могут выкинуть нас с рампы. Ну и в конце всей этой рампы у нас с вами вот такой подиум для победителей, для тех, кто дойдёт до конца и, самое главное, сможет уцелеть. Ну и также мы с вами, ребята, посмотрим в первую очередь вообще какие повреждения у наших любимых машин в GTA 5. Короче, будет очень интересно. Обязательно, дружище, если ты ещё не поставил лайкос под этим роликом, постави его прямо сейчас, мне будет очень сильно приятно. Конечно же, подписывайте на канал, чтобы вступить в семью призраков и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале, которые, кстати, выходят здесь каждый-каждый день. Ну что ж, давайте будем уже начинать, попробуем прокатиться на какой-нибудь первой тачке. Кстати, я сегодня собрал очень много крутых машин. Там у нас с вами, начиная от BMW, Optimus, Prima, Гелендвагенов, там BMW, X7, Bugatti, вообще всё, ребята, есть. Давайте для начала попробуем Priora. Что-то мне подсказывает, что эта тачка разлетится прямо с первых метров нашей рампы. Ну, она очень непрочная, насколько я помню, но давайте всё-таки уже посмотрим. Так, наберём разгончик, наверное, побольше, чтобы всё-таки вылететь. Мне кажется, это тоже будет решать, потому что скорость нам важна, да, хоть и не так сильно, как обычно. Ну всё, полетели, ребята, просто вылетаем. Капец, как далеко. Сразу же вбок куда-то. Офигеть! Уже неплохие такие повреждения, если честно, ребята, приори очень плохо. Так, немножко подадим нетрухе, чтобы она падала дальше, а то немножко останавливаться стало. Всё, блин! Нас просто сталкивает ветряк вниз. Ладно, хорошо, давайте закинем себя обратно на рампу. Вот я про эту игру, скорость тут всё равно чуть-чуть может решать. Если бы у нас было чуть больше скорости, мы бы, скорее всего, этот ветряк спокойненько пролетели. Ну что ж, ребята, как вы видите, я не соврал. Приори уже очень плохо, она сильно повредилась. Мы ещё даже не дошли до конца рампы. Это где-то половина примерно, а приора всё уже просто гг. Блин, я сейчас ещё и вылечу с рампы, походу. Так, немножко туда нетрухи. Давай, блин, приора, держись! До конца дойди! Ребят, просто лайкосик, давайте поддержим приору, как говорится. Всё, отлично. Это ведро дошло до конца. Офигеть! Просто, ребята, аплодисменты у нас в конце. Конечно же, фейерверки. Всё как надо. Нет, нет, стой! Блин, она сгорелась! Да ну нафиг! Вот этого я точно не хотел. Так, надо огнетушитель. Ага, у меня нет огнетушителя, у меня только... Ребят, ну, у меня только бензин с собой. Если что, то я могу её просто сжечь. Первая машина дошла до конца. Не сказать, что без проблем. Но самое главное, что она стоит там, хоть и немножко сгоревшая. Ну, ничего страшного. Предлагаю отправляться дальше. Давайте в этот раз мы с вами протестируем. Почему бы не взять, например, BMW X7? Я, ребята, сейчас не буду выбирать машины по, там, прочности, чтобы начинать с самой плохой и заканчивать с самой лучшей. Давайте просто будем брать рандомно, чтобы было честно и интересно, как говорится, да? Вы, кстати, там, призрак, если вдруг ещё не написали в комментариях, как у вас дела, под каждым роликом спрашиваю. Вот, давайте договоримся. Вот, короче, как только вы заходите ко мне на видосик, вот, я его выпустил специально для вас, вы таки заходите, сразу же пишите, как у вас дела. Просто так. Вот, что у вас сегодня интересного было? Как вы провели свой день? Мне очень, ребята, интересно читать ваши комментарии, поэтому давайте все вместе там пишите быстренько. Я вот сегодня, например, реально целый день сделал для вас. Снимал видосики, я немножко сломал себе режим и просыпаюсь сейчас достаточно поздно, ну, час, наверное, или в два где-то дня, вот. Но в скорое время не попытаюсь режим, скорее всего, починить. И уже, ребята, смогу нормально выпускать ролики для вас, прям там, постараюсь вообще в первой половине дня. Вот, и, собственно, уже наконец-таки, ребята, я доделываю наш любимый сериальчик по зомби-апокалипсису, который выйдет уже очень скоро. Так что, ребята, я вижу, что вы про него пишете. Можете не переживать, я его доделываю, все хорошо. Ну что ж, вот наша бэкот справляется этим заданием, намного лучше, главное не вылететь. Уч, офигеть просто. Офигеть, офигеть. Ребят, я таких повреждений у машин никогда не видел, серьезно. Вы посмотрите, как у нас две первые тачки смяло. Что за жесть. Так, ладненько, хорошо. Давайте перепаркуемся рядом с Приорой, просто два ведра у нас. Реально, два ведра. Что с такими машинами делать? Ну, на них точно уже не покатаешься. Ладно, подняли, возьмем следующую тачку. Я думаю, что на этот раз надо взять что-то такое интересненькое. Хотя, в принципе, Приора и Бэха тоже такие достаточно интересные машины. Кстати, Призрак, пока я тут лечу, ты пиши в комментариях, какая у тебя любимая машина, Марк Авто, вот какая тебе нравится больше всего. И вот из тех, что есть сегодня, напиши, какую бы ты хотел иметь у себя в гараже. Вот на какой бы ты катался, там, каждый день наслаждался бы просто. И я бы, скорее всего, выбрал... Ммм, блин, не знаю. Оптимус Прайм так-то прикольный. Ну, вы прикиньте, у вас будет стоять в гараже трансформик, который может в любой момент трансформироваться и просто там защитить вас, например. По-моему, это реально классно. Не, ну а так, если серьезно, наверное, Бугатти, ребят. Ну, я думаю, вы понимаете. Ну что ж, ладно, давайте возьмем следующую тачку. Так, мы только с вами катались на БМВ. Давайте возьмем что-нибудь спортивное. Вот, например, Мазерати. Это же Мазерати... А, нет, это Феррари у нас точно, Мазерати. Мазерати у нас нет, ребят, сегодня с вами. Решил ее не брать. Ну, ничего, прокатимся на Феррари, тоже офигенная тачка. Так, сейчас возьмем разгончик побольше. Кстати, чувствуется, что эта машина уже спортивная. У нее прям... Она так неплохо подваливает. По разгончику нереально офигенный. Так, полетели, блин. Я половину рампы пролечу сейчас. Так нечестно. Оуч. Оуч. Блин. Как-то я хорошо начал, но скорость немножко подупала. В эту сторону чуть-чуть поддадим. И все, летим. Просто летим, ребята. И смотрим, что у нас будет с тачкой. Блин, что-то она на колеса как-то перевернулась. Давай. Вот, отлично. И, по-моему, она дымится уже. Да, главное, чтобы она не взорвалась в конце. И мы спокойненько смогли там остановиться, припарковать. Все отлично. Тачка выжила. Дошла до конца. Ну, знаете, так и нормально повредила, конечно. А, она же спортивная, блин. Я совсем забыл. Вот, кстати, как выглядит у нее салон. Я вам что-то там не показал. Ну, вот. В принципе, да, с каркасом безопасности совсем. Все-таки, ребята, это гоночная машина. Поэтому это неудивительно. Я не показал вам салоны у предыдущих двух экземпляров, да. Там и у Бэхи не показал. И у Приоры, ну, вот-вот, как они выглядят. Вот у Бэхи и вот у Приоры. Короче, неплохие такие. Но уже фиг уже в них посидишь, потому что там места, наверное, не хватит из-за того, что они погнулись. Кстати, среди этого огромного числа машин я приготовил одну машину-пасхалку. Которая будет единственная с броней. Я думаю, многие из вас уже догадались, что это за тачка будет. Конечно же! Это будет Мерседес Кабан. Да, ребята, это не Гелик. Ну, Гелик тоже так-то по сути, как бронированная такая машина здоровая. Это все-таки военный внедорожник. Но я решил, ребята, сделать Кабан с броней. Тоже бандитская тачка из лихих девяностых, как говорится. С-600, АМГ, 90-х годов, просто классика. Давайте в нее сядем, посмотрим, ребята, просто в этот офигенный салон. Ну, вы видите, да, вообще, что это за машина? Вы представьте реально, что когда-то давно-давно, там, 20 лет назад кто-то катался на такой тачке. Сколько она-то стоила, блин, как ламборгини, наверное, сейчас. Ах, и кайфовал. Блин, как же это круто. Так, ладно, ребят, давайте попробуем на ней, что ли, скатиться. Раз уже взял ее, все, погнали, короче. Блин, неплохо так едет, быстрый. Офигеть, скорость набирает. Это хорошо для такой машины. Ауч. Удар, еще давай, переворот. Вот так, все, отлично, будем с вами падать, ребята, и ударяться. Интересно, как-нибудь поможет этому Мерседесу броня или нет? Как, блин, пластина? Броня отлетела уже с капота. Это нехорошо, ребята, это очень нехорошо. Я не думал, что такое произойдет. И мы вылетаем, кстати, с рампы. Ну, чуть-чуть не повезло, так давайте еще тут маленько поударяемся, чтобы было честно. Я ее подберу, конечно. О, блин, нифига она там полетела, как быстро. Все, и вот тут вот мы ее с вами отпустим. И немножко нажмем нетрухи. Да, блин, я думал, опять вылетит. Хорошо, ребят, повезло, что не отлетела. Все, и летим нормально. Да что за фигня такая? Кабан не хочет просто в конец этого эксперимента. Ему не хочется равняться с другими чуваками. Хотя пока что он выигрывает, если брать в плане брони, да. Потому что, ну, вы видите, такие повреждения. Даже так уже невооруженным глазом не в конце заметно, что эта тачка будет попрочнее всех остальных. Ну, ребят, броня решает. Плюсом к этому еще и машина сама по себе такая. Давайте припаркуемся здесь. Ну, да, конечно, видна разница. У нас даже двери не отлетели. Ни одна из дверей не отлетела. Это очень круто. Короче, респект этой тачке. Прям офигенно справилась с экспериментом. Кстати, у меня есть очень важный вопрос по этому шоу. Как правильно принимать решение о победителе? Вот, кто победил? У кого лучше повреждения в итоге оказались? И кто сломался лучше всех? Или тот, кто уцелел больше всех? Вот это реально, ребят, огромный вопрос. Потому что я не знаю, как будет правильно. Давайте вместе все-таки решим в комментах. Я думаю, что можно, в принципе, выбирать и победителя с самой-самой проработанной системой повреждений и самого крепкого чувака. Мне кажется, так будет круче. Ну, имею в виду, самый крепкий автомобиль. Ладно, хорошо, давайте прокатимся на Бэхе уже. Чего, блин, бегать? Постоянно бегаю. Смотрю, на нее хочется реально прокатиться. Давайте, все, погнали. Вот так нажимаем нетруху. Сразу же вылетаем. Блин, Бэха М5 офигенная. Вот, кстати, как она выглядит в салончике. Да, пока не сломали, ребята, тачку. А, блин! Нифига меня ветряк выкинул! Слышь? Слышь, что? Офигеть просто! Нормально так улетел. Короче, ребят, пока тачку не задамал. Салончик, ну, вы заценили, в общем. Мне он прям зашел, если честно. На этой тачке я сейчас в последнее время в ГТАшке я очень часто катаюсь, вот. Ну, одна из моих таких любимчиков, если честно. Блин, а что за фигня? Почему я падаю? Во-первых, как-то непонятно, без повреждений. А во-вторых, что это с дела? Я опять вылетаю с рампы. Так, давай вот так вот. Все, падаем. Вот, отлично! И вот так вот бьемся. Хорошо! Я надеюсь, что мы сейчас с вами не упадем. Чуть не упали! Если бы я сейчас не подал ни трухи, ребята, все, мы бы... Было бы что-то примерно такое же, короче. Ах, бэха, бэха, бэха. Именно с рампой, конечно, тачка не справилась. Но, поскольку мы с вами должны заценить и повреждения, я буду, конечно, вытаскивать всеми способами. Не получается прям ровно у машины лететь. Буду вот так немножко поправлять, короче. Все, мы долетим до конца сейчас точно с этого подхода. Да, блин! Вот так вот! Еще один участник закончил это задание. Блин, да что с бэхой? Офигеть ее! Офигеть ее смело! Вы посмотрите, как у нас все выглядит в салоне даже. Ладно, хорошо, хорошо. Блин, прям, прям нравится. Ну что ж, погнали дальше. Так, кого бы взять в этот раз? У нас осталось две ламборгини. Давайте, наверное, затестируем, ну, ламбу. Почему бы нет? Тачка хорошая, например, вот эту. Как она у нас правильно называется? Да, ламборгини Countach. Офигенная машина. Сейчас посмотрим, ребята, как она с рампа у нас, конечно, свалится. Но разгон у нее будет феноменальный просто. Блин, чуть-чуть интрухи подал. Все, она сразу же там 160 или сколько там было. Бах, блин! Да ну, не вылетай сразу же, пожалуйста. Ой, хотя бы остановилась. Ладно, отлично. Все, начинаем. Эй! А что она цепляется? Что за дела? Почему-то мы сами цепляемся, ребята. Не ударяемся нормально, как это было раньше на других машинах. А как-то останавливаемся резко. Так, ладно, хорошо. Все, теперь вроде начинаем биться. И то как-то не хотя. Давай! Вот так, отлично. Блин, прямо на ветряк летим! Пролетели! Хорошо! Хорошо! И сюда, в сторону! Блин! Это прям потный, конечно, эксперимент. Потому что, ребята, мне приходится еще не труху подавать в нужные моменты, чтобы... Я все-таки дошел до конца. Не хочу просто выравнивать тачку, постоянно закидывать на рампу. Я думаю, ребята, это лишнее время просто ваше трачу. Ну, на такие неудачные дубли. Поэтому давайте вот так вот все заканчиваем с этой машиной. Блин, ну она уцелела! Но на самом деле, я не думаю, что... Она прошла эксперимент так же, как остальные. Просто по той причине, что в этой тачке совсем по-другому работает моделька. Но, чтобы вы понимали, она практически постоянно выравнивалась и падала нормально. То есть, я не знаю, что это такое. Но у нее все равно, видите, другой кузов совершенно. Она более низкая. Она более приплюснутая. И более широкая, чем остальные тачки. Поэтому неудивительно, что произошел такой троллинг на рампе. И она реально выжила. По сути, отломался только капот. И сразу же, следом, давайте посмотрим, как покажет себя Гелендваген. Тоже АМГ. G63, все дела. Так, музыку выключаем. Посмотрим сразу же салончик. Кстати, салон как потолок в салоне, как у Роллс-Ройса, как вы видите. Офигенно. Так, ну что ж, немножко назад подсдаем. Блин, он такой вальяжный прям. Вот реально в GTA даже ощущается. Если ты садишься в гелик, ощущается разница с другими тачками. Вот просто в управлении, ребята, даже. Реально тыкаешь на клавиши, и тачка прям по-другому едет. Офигеть. Это реально круто. Ну что ж, все, падаем вниз. Начинаем сразу же переворачиваться. Я думаю, что будем сейчас так сразу же делать, чтобы тачки реально начинали нормально ломаться. Йоу! Блин! Жесть! Гелик! Слушайте, ребята, хорошо начал, но боюсь, с такими темпами у него меньше шансов дойти до конца. Ха-ха-ха! Живым! Но нет, падает, падает. Кстати, у гелика, ребята, брони нет. Я вам, ну, говорил, что броня только у того Мерседеса Кабана. С600. Падаем! Короче, ребята, все, смотрим, что будет с геликом. Я надеюсь, что он доживет. Еще и ветряк! Пролетели так близко, и он нас даже не задел. Слушайте, гелику везет! Самая фартовая тачка, реально, блин. Ха-ха-ха! Я думаю, что нет ни одной такой удачливой тачки, но в конце все равно все-таки улетели вниз. Ладно, хорошо. Перетаскиваемся вот сюда. И смотрим, что там с геликом. Блин, не падай еще раз, пожалуйста. Офигеть, его просто помяло! Очень жестко. Очень жестко. Капец, сколько мы уже с вами тачек перебили? Получается, семь машин вроде, да, если я правильно помню? Да, семь машин. Жесть! Я думаю, пришло время Оптимуса Прайма. Настоящий здоровячок. Я вообще не уверен, дойдет ли он до конца, потому что, ну, он реально большой, крупный автомобиль. Возможно, этот эксперимент не для него. Но сейчас посмотрим. Я надеюсь, что все-таки получится у нас долететь до конца. Ну что ж, поехали вперед! Кстати, ребята, я тут думал пересмотреть трансформеров. Как думаете, хорошая идея или нет? Вот напишите в комментариях. Я просто их смотрел очень давно. Прям капец, как думал. Ну, я смотрел все части, но я их, ну, может, один раз пересматривал от силы. Вот, каждую из частей. Блин, Оптимус вылетает. Вот, ребят, как думаете? Хорошая идея, нет? Я думаю, что, может, стоят так-то все-таки, блин. Насколько я помню, первые три части трансформеров вообще были офигенные. Вот, я прям от них кайфовал. Напиши ты, кстати, какая у тебя любимая часть трансформеров. Вот у меня, скорее всего, даже не то, что любимая у меня есть. У меня вот есть три любимых части. Это вот три первых. Дальше уже, по-моему, как-то не очень начинается. Ну, некоторые истории мне там, в общем-то, не нравились. Хотя так-то вселенная вообще офигенная. И знаете, ребят, я-то думал, что Оптимус Прайм будет самым живучим. Но пока что он неплохо так разлетается. Он спотлетал вообще все. Понятно, что у Оптимуса сами повреждения у тачки будут чуть хуже. Ну, я думаю, вы это сами понимали. Потому что тут очень много таких достаточно крупных деталей, которые, ну, не могут так погнуться, как у обычных тачек. Все, мы упали. Отлично. Что там у нас? Вообще, это больше не похоже на Оптимуса. Что это реально такое? У нас весь период отлетел. Вот, посмотрите. Блин, это Оптимус какого-то курильщика, по-моему, реально. Это что такое? Ладно, хорошо, паркуемся. Йоу, и сейчас будет очень сложный выбор. Либо Бугатти, либо Ламборгини Урус. Я предлагаю, наверное, все-таки для такой элитной тачки, как Бугатти, оставить место в конце. Ну, чтобы реально застенить его последнее все-таки, да? На престижном месте, как говорится. Возьмем Ламборгини Урус. Тоже машина очень хорошая. Вот. Ну что ж, поехали сразу же вниз. Сейчас разгончиков возьмем чуть-чуть. И все, погнали. Тачка тоже быстрая. Сейчас вылетаем. И просто смотрим. Сразу же кувыркаемся. Вот, отлично. Кстати, призрак, проверь еще раз, прожат ли у тебя лайкосик. Потому что я заметил, что под последними роликами не все призраки ставят лайки. Да, просто может кто-то забывает или еще что-то. Вот. Я не знаю. Призрак, напиши. Может, тебе стали меньше мои ролики нравятся. Вот. Может, как-то у меня они хуже стали. Не знаю там. Короче, не забывай писать реально вот все, что ты чувствуешь от моих роликов там. Нравятся они тебе или стали какие-то скучные там, неинтересные. Да. Нудные, может быть. Вот. Обязательно пиши. В общем-то. Я читаю комментарии и хочу, чтобы тебе мои видосики, конечно же, нравились. Так. Окей. Я полетел опять вниз. Ну, кстати, Урус неплохо бьется. Мне нравится. Так. Все. Погнали. А, блин. Ну, пролетел все. Ладно. В конце удачек пожестче. Вот так. Все. Приземлились. Снова ферверки. Да. Отлично. И погнали. Поставим обраги Нюрус. Ну, кстати, неплохо побилось. Они все, по-моему, очень хорошо бьются. Я даже не ожидал, что настолько тяжело будет потом решать. Вот я сейчас пока что не могу решить, кто из тачек оказался самым крутым. Но, может, сейчас Бугатти поможет мне принять это решение. Давайте садиться. И, кстати, вот что я хотел сказать. Насколько я помню, Бугатти это тоже машина, у которой управление отличается. Тоже тачку совсем по-другому чувствуешь. Не как вот те машины, в которых мы катались раньше. Вот, реально. Я выделяю сейчас Глинтваген. Он совсем другой. Машина реально чувствуется по-другому в ГТА. И Бугатти. Вот. Прям, ребята, 100%. Ладно, погнали. Блин. Капец. Я всю рамбу просто сейчас пролечу. Не, это чит-код. Не надо было так разгоняться. Это нечестно. Блин. Как же я редко буду ударяться. Давай. Блин, Бугатти. Ребят, я всеми силами пытаюсь ее развернуть. Вот, отлично. Наконец-то. Все, хотя бы скорость сейчас сбавим. И будем нормально падать. Все, ребята, начинаем биться. Просто миллионы, миллионы, десятки миллионов долларов сейчас на ваших экранах разлетаются. Самая дорогая машина из сегодняшнего списка. Все. Конец. Как-то быстро Бугатти пролетела это все. Не находите, ребят? О, у нас там бензин вытекает. Ладно, ничего. Главное доехать до конца и все, остановиться. Блин. Как же тяжело мне сейчас ехать. Она не поворачивает даже практически. Все. Ставим тачку здесь. Ну и что ж, призраки. В общем-то, пришло время подвести результаты нашего сегодняшнего эксперимента. Я, честно говоря, растерян. Кто в этом эксперименте победил. Давайте так, ребят. Выберем сейчас два победителя. Самая непрочная машина. Ну, которая поломалась лучше всех. То есть, у которой самые крутые повреждения. И также выберем машину, которая поломалась меньше всех. И, как бы, я даже не знаю, в таком случае кого выбирать. Ладно, хорошо. Смотрите. Я думаю, что все-таки из всех лучше поломалась BMW X7. Вот как мне кажется. Они с Priora, кстати, примерно одинаковые. Я бы эти две тачки поставил на первое место. Вот. Мне кажется так. Потом, самая прочная машина из этого списка. Ну, конечно же, мне кажется, это была Lamborghini Contouch. Даже Optimus погнулся. Вы посмотрите на эту кабину. Погнулась тачка. Он как завернула колеса. Он подогнула, блин, домиком сложила здесь тоже сзади. Ну, короче, реально ее погнуло прям хорошо. Но, если брать Lamborghini Contouch, она на фоне Optimus прям выжила вообще. С ней ничего не произошло. Даже не повело тачку. Короче, самая прочная машина, на мой взгляд. Я сейчас попрошу каждого из вас написать в комментариях ваш топ. Вот ваш список победителей в этих номинациях. Как вы считаете, кто по-вашему победил как самая лучшая машина с самыми лучшими повреждениями? И как самая лучшая машина среди прочных? Вот. Давайте, ребята, решим. Короче, все это дело вместе. Ну, и если вам понравился этот эксперимент, не забудьте прямо сейчас влепить лайкосик под этим роликом, ребята. Если мы наберем 5000 лайков, то я запишу следующую часть. И мы протестируем также и другие тачки. Мне эксперимент понравился. Поэтому, призраки, я также буду ждать, чтобы те, кто из вас не подписан на канал, подписались. И, конечно же, прожали колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, которые, кстати, выходят здесь каждый-каждый день. Ну что ж, давайте, друзья, увидимся уже завтра. Обязательно приходите. И до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.